Вера Новичкова занимается изготовлением уникальных кукол уже пять лет. Начинала она с создания интерьерных масок. Поначалу это было ее хобби, но затем переросло в профессиональную деятельность. Изначально она занималась дизайном интерьеров. Сейчас Вера совмещает эти два направления. Ее куклы покупают люди из разных точек мира. Это категория людей определенная. Это коллекционеры в основном. Есть определенные любители авторских кукол. Продается это в основном Москва. Я участвую в выставках международных, за границей. Мои куклы продаются. Здесь представлены куклы в стиле советских игрушек, героев сказок и мультиков. Выполнены они разными техниками. От папье Маше до фарфора. Маска. Алиса в стране чудес. Это прям вот знаковая моя работа. Она стала символом моей деятельности. Это папье Маше. Полностью ручная работа. Мой символ, мой талисман. Алиса в стране чудес. Это вечная история, которая вдохновляет. Каждая из этих кукол неповторима. На изготовление некоторых из них уходит более месяца. Самый трудоемкий процесс – это создание фарфоровых кукол. Я сама сначала делаю из пластилина лицо. Потом это делается отливка. Потом заливается фарфор. То есть это целый этап – обжиг. И потом роспись. То есть это очень долгий процесс. Фарфоровые куклы – это самая сложная кукла, которая делается долго. Для нее нужны определенные… Вот только натуральные ткани используются. Только натуральные техники. Я закончила школу кукольного дизайна по классу фарфора. И мы занимались именно фарфоровыми куклами. И это определенный раздел кукольной жизни, скажем так. Некоторые из этих кукол были представлены в Эрмитаже. В частности, это игрушки с новогодней елки. Увидеть эти интерьерные куклы можно на выставке на территории арт-пространства «Акценты». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».